В России предложили существенно увеличить минимальный размер штрафа за нарушение правил охоты. Законопроект в апреле рассмотрит Госдума. Минимальное наказание за незаконную охоту может вырасти в четыре раза с 500 до 2000 рублей. Также предполагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту до двух лет. Парламентарии отмечают, размер существующих сейчас штрафов не соответствует реальному ущербу от действий браконьеров. Янау станет пилотным регионом по изучению состояния популяции кречета в России. В апреле ямальские ученые отправятся в экспедицию. В Приуральском и Ямальском районах они проверят несколько мест гнездования соколов, а затем вернутся сюда в июле, чтобы оценить успех размножения краснокнижных птиц. Отметим, в Янау уже несколько лет проводится мониторинг соколов, которые гнездятся на мостовых переходах трассы Обская-Карская. В прошлом году ученые зафиксировали здесь новый рекорд – обнаружили сразу 12 гнезд кречета. На Ямале появится передвижной сервис технического обслуживания транспортных средств. Воспользоваться им без выезда в крупные города смогут жители удаленных населенных пунктов. Передвижная линия оснащена оборудованием, позволяющим проводить техосмотр всех типов транспортных средств. Процесс диагностики не отличается от того, что применяется на стационарных пунктах. Мобильное СТО может перевозиться по зимнику или на пароме. При доставке на место комплекс разворачивают на подготовленной площадке, где есть электроснабжение. Затем после работы сворачивают и перевозят на новое место. На Ямале начала работать горячая телефонная линия «Ребенок в опасности». Она работает круглосуточно, рассказали в пресс-службе окружного следственного комитета. На звонке о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних ответят следователи. Продолжение следует...